Рада вас приветствовать в Ельцин-центре. Меня зовут Глена Бозмищева, я куратор инклюзивных программ. Я рада, что здесь собралось только любителей путешествовать, которые готовы открывать все путешествия совершенно с новой стороны, потому что мне самой, признаюсь, очень любопытно, если слышит рассказ Владимира о его приключениях. И, собственно, если говорить о спикере, то сегодня это Владимир Воскевич. Это успешнейший учитель информатики, между прочим, блогер, вообще путешественник, бизнес-тренер. Как он это все совмещает, мы можем еще, надеюсь, мы поймем к концу нашей встречи. Ну и сегодня он будет рассказывать о той части жизни, которая, конечно, приятная и интересует каждого из нас, несет нам новый опыт этого путешествия. Собственно, передаю ему слово, и у нас есть время, у нас есть время посмотреть, познакомиться, у нас есть время задать, будет в конце на вопросы-ответы. Так что, если у вас будут какие-то мысли возникать, то не забывайте их запомнить, и потом обязательно спросим. Владимир, вам слово. Добрый день, спасибо большое, Елена. По-моему, так отлично, да. Уже вечер. Кто-нибудь, да, ну точно, добрый вечер, но я еще в процессе, в рабочем. Отлично, да, кто сел далеко, садитесь поближе, чтобы мне было получше видно. Вот, это была первая шутка, она не удалась, я вас поздравляю. Поздравляю. Вот. Я второй раз и представлюсь, кто еще не понял, я не вижу полностью, кроме того, что меня зовут Вадимир Роскевич. Я слепой, и я этого не боюсь названия, не бойтесь и вы. Вот, это совершенно нормальное название. Можно еще говорить незрячий, как вам угодно. Вот. Вот, но это не влияет на моем чувстве юмора. Отлично. Мы сегодня с вами собрались, не громко говорю. Нормально. Ага. Вот, ну если громко говорите, да. Помидоры мне только не кидайте, ладно? Я помидоры не очень люблю, поэтому не кидайте. Вот. Сегодня мы с вами собрались поговорить о путешествиях, и я достаточно объездил много стран, есть мне с чем с вами поделиться, тем более, что достаточно интересный опыт. Путешествие в темноте я это называю, или путешествие вслепую. Вот. Сегодня у нас примерно, думаю, полтора часа интересной беседы. Почему беседы? Потому что мне хочется, чтобы вы не только слушали, да, вынимали, что-то для себя узнавали, но и дискутировали, задавали какие-то вопросы. Поэтому, если хочется спросить, обязательно спрашивайте, но не поднимайте руки. Это бесполезно, поверьте, я не увижу. Вот. Поэтому задавайте вопросы, там, может быть, Лена будет как-то курировать, да, этот процесс. Вот. Можно просто говорить громко, но рук не поднимайте. Вот я сам работаю в школе, учителя математики, информатики, и приучил первым делом детей рук не поднимать. Потому что, с одной стороны, во-первых, это бесполезно для меня, с другой стороны, это такая привычка школьная, она не очень хорошая на самом деле. Вот. Но неважно. Расскажу немножко о себе. Сейчас я на данный момент объехал 20 стран, путешествовал автостопом, на яхтах, велосипедах, байдарках, пешком и всеми разными возможными способами. Моя основная профессия, я учитель математики, информатики. Моя профессия для вдохновения и для того, чтобы помочь миру, я коуч и именно тренер. Больше даже, хотя говорят, бизнес-тренер, но с бизнесом я имею дело мало. Вот. Это пока что не моя стезя. Но я больше занимаюсь вайф-коучингом, то есть помогая людям найти вдохновение в том, что у них сейчас есть, и помочь им сломать свои границы. Потому что все наши границы, вы сегодня убедитесь, они у нас в голове. Вот. Я провожу коуч-сессии, экскурсии в темноте, о которых мы сегодня поговорим, и много всяких интересных программ. Но так было не всегда. Так было не всегда. И даже два года назад я не то что в Ельцин-центре, я не мог говорить даже перед тремя-тремя человеками сразу. Потому что у меня был огромный страх публичных выступлений. Вот. Ну, начнем, наверное, по порядку. Во-первых, сам я родился в городе Урай. Есть такой маленький нефтяной город в Хантамасийском автономном округе. И родился я обычным нормальным ребенком в обычной семье, в семье врачей. Папа инфекционист, мама медсестра. Все было бы хорошо, да. Но судьба, как всегда, вносит свои коррективы. И в год у меня обнаруживают рак глаз. Называется это по-научному ретинобластома. Вот. И, собственно, тогда начинается такая смертельная, я бы сказал, гонка за моим здоровьем. Потому что в год мне сначала удаляют один глаз, а через два года мне удаляют второй глаз. И более того, в три года врачи и маме говорят с отцом, да, что вообще ваш ребенок может не то, что там не видеть, может и вообще не выжить. Потому что рак перекидывается, вы сами, наверное, знаете, намного наслышанных. Процесс достаточно скоротечный, перекидывается на мозг. Вот. Ну и, собственно, все последствия вы уже можете предугадать. В три года меня достаточно сильно химичат. Вливают всякие возможные, всевозможные лекарства и средства. Родители, несмотря на то, что они медики, они пытаются уцепиться за любой шанс и даже идут к знахарям. Вот нас встречают такие всякие бабушки в деревнях, которые говорят, сейчас, сыночек, поможем, мы тебе там заговорим. Что-то на меня начинают там шептать, над огнем меня держали, заговоры делали, даже какие-то лекарства продавали. Вот. Последний раз продали очень дорогое лекарство, это был 96-й год. Мне было два года, да, сейчас мне 24. Вот. 96-й год, когда нам продали лекарство за огромнейшие деньги. Как оказалось, потом это был аспирин. Вот. Поэтому, понимаете, что когда человек надеется, да, он готов пойти вообще на любые безрассудные вещи, даже купить аспирин там, ну, за 10-20 тысяч рублей, тогда это были немаленькие деньги. В четыре года, к счастью, болезни удалось остановить благодаря химиотерапии, но мое здоровье было окончательно подорвано. Окончательно было подорвано, потому что вливали всякую гадость, да, чтобы убить другую гадость. Вот, как бы не звучало это, да, с точки зрения тавтологии. Собственно, в четыре года я наконец-то первый раз в жизни провел где-то примерно 2-3 месяца дома, не в больницах, вот. И с 4-х лет у меня начинается уже настоящая жизнь, настоящее детство, не больничное. Мои игрушки там не капельница со шприцами, да, а мои игрушки обычные, как у всех детей. Вот, я уже не вижу, вот, пришло понимание родителям, что он инвалид, да, что он слепой, но это не изменить. Но с этим я очень благодарен родителям, что к ним пришла четкая решимость делать сына счастливым, сделать сына счастливым и сделать для него настоящее счастливое детство. Потому что я на свое детство пожаловаться не могу, несмотря на то, что я первый раз в садик пошел в 5 лет, да, все идут там, во сколько, в 2, наверное, да, в 2 года, вот, я пошел, даже раньше удивлят, вот, я пошел в 5 лет в садик, потому что раньше просто меня, ну, я не мог пойти, я лежал под капельницей. Вот, и в 5 лет, собственно, я пошел в садик, мне очень много стали читать книжек, потому что надо было как-то развлекаться, и я полюбил книги про путешествия. Это была моя самая любимая тема, тогда, конечно, будучи маленьким ребенком, мне нравились всякие там «Морские капитаны», «Стивенсон», «Денель Дефо», да, «Робинзон Круза», все помнят, наверное, свои детские книжки, вот, «Марк Твен» и его неподражаемый танцовер, да, и вот все эти книжки мне читали буквально машинами, там, книжными полками читали родители. На самом деле это сыграло огромную роль в моей жизни, я смог получить огромный багаж, да, в виде вот именно этих знаний, которые даже есть в вот этих приключенческих, да, романах, вот, все равно это огромный тот объем, который, когда я пришел в школу, уже сыграл огромную роль, я был на шаг впереди, чем другие. В 7 лет я пошел в школу, да, в обычную, мне пришлось переехать в город, Верхняя Пышма, всем вам известный, из Урая, за 1000 километров, опять же, родители приняли нелегкое решение отпустить меня в интернат, потому что для незрячих тогда возможность получить общее образование было только одно, да, один способ, это поехать в интернат для слепых слабовидящих. В Пышме у нас самая замечательная школа, она была лучшей в Советском Союзе, она и сейчас является одной из лучших в России, и меня туда отправили. Чтобы вы понимали, что такое интернат, это два здания, в котором в одном учатся, в другом живут, при этом к родителям ты как бы не можешь уехать, потому что, соответственно, родители у тебя в Урае, это 1000 километров, ни много, ни мало, и эту 1000 километров можно только, собственно, проехать, когда у тебя каникулы, да, там, ну, на одни сутки, на выходные не съедешь. Вот, и, по сути дела, 7 лет я начинаю жить самостоятельной жизнью вместе, вместе с, ну, по присмотрам воспитателей, так называемых, да, наставников, которые в этом интернате есть. И, конечно, благодаря этому это был нелегкий выбор для родителей, но благодаря этому у меня развивается много именно вот таких вот самостоятельных, каких-то хороших качеств, там, ответственность, какая-то себе уверенность, умение доверять другим людям, да, не только родителям, и это сыграло огромную большую роль вообще в дальнейшей моей жизни. Вот, я так сразу нашел, зашел, очень начал быстро рассказывать про себя, что даже забыл с вами вообще познакомиться. Да, вот, давайте немножко все-таки, я люблю признавать свои ошибки, потому что я еще только начинающий спикер, вот, и ничего в этом страшного не вижу, вот, как бы это ни звучало. Сегодня был тяжелый день, давайте немножко, чуть-чуть мы разомнемся, мне просто хочется понять аудитории, поскольку я не вижу. Пожалуйста, я попрошу сейчас похлопать тех, ну, нет, давайте вот так вот, похлопайте, пожалуйста, девушке. А, конечно, прямо справа, тут больше, да, народу, я это понимаю. А мужчины? Все, наконец-то. А то бывает, что я и смотрю, иногда один туда, а людям стыдно сказать, там, ну, неудобно. Вот, такое тоже бывало. Вот, хорошо, кто сегодня работал, похлопайте, пожалуйста. Работали все, да? А кто устал, похлопайте. О, уменьшу, но я рад, но если бы вы устали, вы вообще не хлопали бы. Отлично, ну, а кто пришел узнать о путешествиях? Ну, наконец-то, все, я очень рад, теперь я уже чувствую, что у нас есть с вами обмен энергии, и это на самом деле круто. Вот, продолжу свой рассказ. Он будет перемежаться постепенно роликами, у нас будет с вами интересное упражнение в середине. Вот, ну, собственно, больше буду рассказывать. Опять же, не бойтесь меня прерывать, не спрашивайте, что сразу придет в голову, это будет интересно. Вот, собственно, я поступил в школу, эту школу я и закончил, но интернат есть интернат, то есть там все равно тебя опекают, там никуда тебя не отпускают, это такое достаточно закрытое помещение, да, потому что, опять же, все боятся, мало ли что с тобой случится, там упадешь, разобьешься, машина там у тебя врежется, задает и так далее. И до 17 лет я жил достаточно такой закрытой жизнью, я был очень замкнутым. Несмотря на то, что у меня были неплохие возможности в спорте, я доигрался, так сказать, достиг молодежной сборной России по голубому, это аналог гандебола для слепых, там просто звенящий мяч, и когда он летит по воздуху, или он в руку попадает, да, его слышно. Вот, и вроде бы все было. Был спорт, был кандидат мастера спорта, была сборная России, возможно, впереди Олимпиада. Бывая первая любовь, да, как это там бывает в 15-16, там у кого раньше, у кого позже, не важно. Вот, все вроде бы было, с одной стороны, была хорошая учеба у меня, ну, я закончил отлично, все почти предметы, кроме моей любимой физики. Вот, как-то не смог я ее пережить. Вот, и вроде бы все было, но при этом я понимал, что абсолютно без помощи. Абсолютно без помощи я не могу даже элементарно пойти положить денег на телефон, да. Вот вам это легко сделать, вот вы вышли с работ, вышли из дома утром, сели в машину, поехали, вы об этом даже не задумываетесь. Раньше для меня, я сейчас тоже не задумываюсь, вот, но раньше для меня это было с целой прям игрой, целой игрой, целый квест, чтобы дойти до магазина, купить себе там мороженку, да, к примеру. Потому что нужно было спланировать, как ты выйдешь, как ты будешь переходить дорогу, кого ты попросишь, а если никого не будет, то что надо будет делать, и так далее, и так далее, и так далее. А до варька вообще-то так-то 20 метров, вот, и он просто через дорогу такая въезд в свой двор, понимаете? То есть какие у страха глаза велики, и я готовился для похода за мороженкой, ну, дня два, наверное. Вот. И в 17 лет я чисто случайно, чисто случайно узнаю о том, что в школу мою, в интернат приезжают двое слепых, и будут обучать ходить самостоятельно, вот с белой трости, которую вы видите у меня в руках. Собственно, что я делаю мне, как и всем, мы сейчас очень часто, вот я с детьми работаю, очень много им, они ленятся, ну, неохота им куда-то ходить, и я тоже так жизнь делаю. Говорю, не, почему они меня научат вообще? Ну, слепые, я слепой, они слепые, почему так друг друга научим? Тогда большое спасибо моему воспитателю, которая практически силой меня притащила на этот мастер-класс, и, как выяснилось позже, мастер-класс поменял мою жизнь вообще кардинально. Что я увидел? Я увидел двоих незрячих, взрослых людей, которым уже по 40 лет на данный момент, тогда они помоложе, да, были. Вот, они тоже полностью не видели, потеряли зрение, немножко, конечно, по-другому, но они тоже полностью были незрячие, но при этом они, у них были, была работа, жена, там, дети, они путешествовали, у них был свой бизнес и так далее. То есть, я увидел совершенно иную картинку успешного, интересного человека, двоих даже людей, у которых живут не так, как мир им, да, предназначил, а так, как они хотят. Вот, я, собственно, спрашиваю, ну, куда вот вы сейчас поедете? Говорят, ну, вот мы сейчас поедем там в Уганду, завтра мы там поедем туда-сюда, потом в Москву на презентацию книги, потом еще сюда. Да, я понимаю, что эти люди вообще не ограничены. И увидев этот живой пример незрячих ребят, их зовут Олег Клопайщиков, многие, может быть, слышали, вот, незрячий наш общественный деятель, Михаил Войцеховский, тоже человек, который учил меня ходить самостоятельно, я понял, что я тоже так могу. Я могу путешествовать, я могу жить обычной жизнью, да, и наслаждаться в принципе. О чем этот рассказ, да, не потому, что вы просто узнали и приняли к сведению о том, что обратите внимание, как состоялся поход на мой мастер-класс, то есть я не хотел идти, меня привели. Вот так и в жизни мы часто с нашими шансами, мы также и распоряжаемся, они к нам приходят, а мы их безбожно выкидываем, да, поэтому старайтесь всегда, это может быть такой первый совет, я сегодня буду их много давать, хотите принимайте, хотите нет, это та же самая, как с мастер-классом с моим, на который я не хотел идти, но старайтесь всегда брать от жизни по максимуму, всегда идите туда, куда вас зовут, потому что возможно там у вас шанс, и вы вообще не знаете, чем это все может обернуться, оборачиваются всегда обычно в лучшую сторону, поверьте. Вот, я знакомлюсь с Олегом и Михаилом, и через две недели они меня приглашают на мастер-класс в Нижний Тагил, а был я, жил я, повторяюсь, в Верхней Пышме, я говорю, Олег, как мы троем слепы поедем в Нижний Тагил, у тебя же машина, наверное, есть, там, личный водитель, он говорит, да нет, мы приезжаем из Верхней Пышмы на вокзал, все эти представляют, да, где, где это, приезжай на вокзал, мы там тебя встретим, сядем на автобус и поедем в Нижний Тагил, трое слепых, куда, как, вот, то есть, ну, у меня вообще, картинка никак не складывалась, он просто тогда сказал, что, ну, либо сейчас, или никогда решайся, я решился, мне было очень страшно, у меня тряслись коленки, но из Верхней Пышмы на 111 автобусе, потом на метро, я преодолел это расстояние, по-моему, за 40 минут, вот я сегодня добирался, добрался я за час, а тогда я, видимо, на эмоциях добрался там за 38, полминуты, замерял прям, вот, никогда так больше не получается сделать, да, как ни стараюсь, вот, и, приехал я на вокзал, мы с ними встретились, а было это 21 января, 6 лет назад, 6 лет, вот, 21 января 2012 года, мы поехали вслепую в Нижний Тагил, провели там замечательный мастер-класс, Олег рассказывал про свои успехи, Миша про свои, я тут немножко терся, типа, ну, делал умный вид, вот, и в конце встает там дедушка такой пожилого возраста, достаточно почтенного уже возраста, но тоже незрячий говорит, хорошо вам, вы же уже давно ходите, а я вот недавно ослеп, и все такое, у меня жизнь рушится, вот, я такой гордый стою, я сегодня первый раз пошел, вот, для меня это было минутам такой, минута славы, можно сказать, да, и она решила очень много в моей жизни, я понял, что я могу, я, у меня есть возможность это все сделать, и жить так же, как Олег и Миша, возможно, и лучше, все зависит от нас, все зависит от нас, вот, с этого момента я начинаю активно путешествовать, у меня с детства была мечта попасть на яхту, эта мечта буквально год спустя, после этой встречи она осуществилась, я попадаю на яхту, учусь ей управлять, с помощью специального говорящего телефона, сейчас вам я его продемонстрирую, секундочку, чтобы вы знали, что я не голословный, да, а то мне тут ВКонтакте пишут, неправда, ты не пишешь ВКонтакте, это у тебя просто брат есть, вот, да, да, обратите внимание, секундочку, 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 скорость 35-40 процентов, часы сообщений, часы 19 часов 30 минут, секундочку, сейчас будет шоу, да, закройте глаза на секундочку, ну, я пошутил, можете глаза не закрывать, я достаю миллион долларов, вот, не знаю, сколько час мы сегодня сдали, 500 рублей, сейчас, момент, положу, никто не возьмет, шутка, шутка, это практик, вот, я на секунду положу микрофон, чтобы вы видели, просто неудобно, определитель денежных купюр, чтобы вы знали, техника до чего дошла, секундочку, никогда не обновляйте приложение, когда обновляете, они начинают жутко тормозить, Сейчас все будет, я обещал. Правда? Кто даст больше? Шутка. Давайте, что это не подстава, да? Что, подстава, что ли? Серьезно? Видите, да? Отлично. Конечно, с помощью этого телефона можно не только определять купюры, с помощью него можно путешествовать. Есть у него говорящий навигатор, я приезжаю в любой город. Ну, вот последний раз я был, допустим, в Праге, да, вот месяц назад. Я приезжаю в Прагу, в аэропорту завожу адрес своего отеля, он мне говорит, на чем доехать, я выхожу из аэропорта, в сопровождении сотрудника этого аэропорта, прошу показать автобус в центр до метро. Заезжаем до метро, выхожу из автобуса, ловлю первого человека, который ныряет в метро, я говорю, погоди, мне с тобой. Не подскажешь, как мне доехать туда? У меня была установка выставящая, называлась выставка. Вот у них там тоже свой Ельцин-центр, да, такой огромный, какой-то культурный центр огромный. Вот, и, собственно, там я жил. Вот, принципиально происходит так. При этом мне навигатор сообщает, более того, можно управлять яхтой с помощью этого телефона. Представьте себе, да, он говорит, ну вот, это не тот навигатор, который у вас в машине врет постоянно, это другая женщина. Шутка, девушки, не обижайтесь, но голос женский просто у нее. Вот, 500 метров, говорит, допустим, там кафе, 19,91, 500 метров на 12 часов. Что значит? 500 метров всем понятно, да, топать недалеко. Вот, ну, смотря как хочешь кушать. Вот, 12 часов, что это такое? 12 часов, цифербат представили, 12 это прямо. 3 часа это вправо, 6 это полностью назад и 9 влево. Если он мне говорит, остров Куба, 100 километров на 11 часов, то, соответственно, мне это будет вот так, да, чуть-чуть, но не прямо, чуть-чуть вот сюда на 11. Вот, как, ну, у вас будет зеркально. Понимаете, да, о чем идет речь? Если ты находишься в открытом море, ты знаешь, что нет мейлей, у тебя включена рация, чтобы ты мог понимать, насколько близко находятся корабли, да, встречи идущие, ты можешь слепую управлять яхтой. Ну, если, конечно, капитан тебе доверяет. Вот, вот. Был у меня один такой случай, когда капитан мне доверял, я водил-водил яхту по Байкалу. Первое мое было такое путешествие, да, большое. Вот, и с Олегом как раз. Вот, а в конце мы пришли по Ангаре, поднялись уже по Ангаре, вернее, спустились по Ангаре к Иркутску, вот, и пришли к нам журналисты, интересно же всем, как слепые яхту водят. Вот, а яхта достаточно богатая была, вот, и капитан все боялся ее разбить. Ну, и журналисты, как-то они, в общем, капитана заговорили, увели туда вниз в кают-компанию. Другой этот, выбегает оператор, говорит, ну, давай показываем, пока снимаем, пока он не видит. Вот, ну, сами понимаете, Байкалу и Ангараж, потому что ширина как немножко разная. Вот, я вожу яхту третий раз, разворачиваю и со спокойным лицом веду ее в берег. Вот, оператор думает, что это шоу, снимает, камера не убирает. Журналист мне задает вопросы, что вы при этом ощущаете? Я говорю, ну, знаете, такой ветер там, ну, вот. Вдруг капитану что-то у него там в сердце елкнуло, он выбегает, вталкивает меня от этого штурвала, говорит, ты, ну, в общем, морские термины, вот. Да-да-да. Вот. И буквально вот мы разменулись чуть-чуть с пирсом. Был такой случай. Ну, в открытом море это реально. Причаливать нереально, в открытом море это реально. Вот. И, собственно, после этого я учился ходить, учился ходить под парусом. Есть такая должность на корабле, называется Шкотовой. Это тот, кто управляет такселем. Моряков нет у нас здесь, знакомых с яхтингом. Никого? Голос подойти. Ну, ладно, я вам с всех моряками сделаю. Приходите на визу в Кипрут, летом мы тренируемся, можете поучаствовать. 12 июня у нас часто бывает праздник, каждый год уже, шестой год подряд, называется Паруса Духа. Там все могут попробовать себя в яхтинге. Не только незрячий, но и вы. 12 июня в День России. На Визовском пруду. Вот. И, собственно, я учился ходить под парусом и даже участвовал в разных регатах. Вот я сейчас, чтобы разбавить мою скучную лекцию, хочу показать вам один ролик, который снят на слепую тоже, на камеру GoPro. Расскажу потом, как это происходит. Ролик называется Яхтинг. Елена, пожалуйста, включите. Да, и чтобы я экран не закрывал. То бывает такое. Да, можете микрофон, пожалуйста, дать? Просто. Или очень громко говорить. Просто сзади что-то шумит. Какой вопрос-то? Ну вот, видимо, не подготовились. Немножко у нас ролик со звуком. Просто формат MP4. А здесь стоит плеер. Windows Media Player. Посмотрите, есть или нет, Елена? Открыть с помощью. Windows Media Player должен открывать. Кадры-то идут, да? Да. Ну ладно, я буду комментировать тогда, чтобы не совсем скучно было. Раз, уже началось. Но верьте, музыка там очень-очень впечатляющая. Вот. А уж как там показывает, это уж вам судить. Это берега Турции, Эгейское, Средиземное Эгейское море. Мы переходим. Это регата «Бонзай покоряет мир», которую организуют наши екатеринбургские ребята совместно с международными другими капитанами. Она является любительской, но международной. Вот. Мы в ней заняли второе место. В нашем экипаже было четверо слепых и четыре зарячих человека, моряка. Вот. Мы, собственно, вот здесь отгоняемся под волнами, парусами. И этот ролик снят на камеру GoPro. Почему GoPro? Это великая вещь, у которой есть рыбий глаз, да, то есть широкоформатная съемка. Я ее креплю себе на лоб или на грудь. И в любом путешествии я просто ориентируюсь на интересный звук, поворачиваюсь, да, а там и люди хлопают, да? Не получилось. Ладно. Вот. И, собственно, это GoPro снимает то, что происходит. Вот. Был один раз очень такой смешной случай, когда мы в гонках гоняемся, там же яхты борт-а-борт рядышком идут. И есть так называемая скреничная команда. Это та команда, которая садится на самый борт и свешивается вниз, чтобы откренить яхту, то есть придать ей нужный угол, при котором она наиболее быстро идет. Вот. Но в откренке всегда были самые тяжелые и, как правило, незрячие. Вот. Олег, он достаточно много весит. Я, видите, там неплохо жена откормила. Вот. И так далее. Вот. Вот мы сидим на этой яхте, все смотрим спокойными лицами в борт. Вот. Спокойно, ну, ничего не понимаем. Откреним, откреним. Капитан куда-то в другую сторону там смотрит, на паруса. Вот. Вдруг такой вопль. А-а-а, типа, убирайте ноги там. Вот такой. Вот. Потом уже на пирсе, когда мы уже все там с другими командами пообнимались, пообщались, он говорит, представляете, страшная картина. У нас, говорит, девушки, говорит, чуть в умборок не упали. Приближаются две яхты. Сидит четыре мужика незрячих. Они же не знают, что незрячих. Лица спокойные, ноги висят за бортом. 20 сантиметров от борта до борта. Вот. Яхты приближаются, ноги висят. Вот. Пока они не заключали, мы не поняли. Эти спокойные лица, им долго еще снились. Вот. Они потом уже говорили. Вот. Ролик-то закончился или нет еще? Да. Ну, увидели, увидели море, да? Я что-то все-таки снял, походу. Отлично. Ну, вот. Вам желаю тоже прийти к яхтингу. Великая вещь. Великая вещь, на самом деле, которая очень вдохновляет очень много мне философии, энергии, вдохновения и мотивации. Вот. После яхтинга, собственно, мне достаточно сильно надоел, этот яхтинг. Вот. Потому что все-таки ты сидишь на борту и у тебя есть два выбора. Плыть с командой, ну, или прыгать за борт. Вот. Собственно, не очень мне нравился второй вариант. Мне хотелось постоянно движения, каких-то активных действий. И я увидел ролик автостопа. Автостопа, как ребята путешествуют. Ну, подумал, что яхтинг возможен, да? Яхту водить. Почему автостопом нельзя ездить? И начал путешествовать автостопом. Сначала я путешествовал со взрячими друзьями, потом и пробовал ездить в данный момент один. Вот. Все, конечно, это достаточно в одиночку трудно, но с друзьями я объездил огромное количество там, да, километров. В одиночку я ездил вот только вот по Уралу и в Армению, правда, ездил. Через Грузию, в Армению. Вот. Но первое путешествие было автостопом по Европе. Это первый такой опыт, который самый прям трэш опыт, который только что, только что, вот ты, ну, 18 лет, что там, море по колено. Вот. Тем более только что Байкал покорили. Все, думаю, все возможно. Мы отправляемся, покупаем билеты в Прагу, практически без обратного билета, и отправляемся с друзьями, два друга взрячих, отправляемся в путешествие автостопом. Никому туда в голову не приходит, что троих здоровых парней никто брать не будет. Вот. Что нет таких еще смелых людей, даже в Европе. Вот. В России берут, в Европе нет. Вот. Шокеры только показывали один раз, правда. Вот. Причем мы вроде мир, ну, такие достаточно мирные люди были. Вот. И мы езжаем в Европу, и в первый же день в Праге нас не берут на ночлег. То есть нам говорят, вот мы живем в том-то доме, но на карте этого дома не оказалось. Как так бывает, то ли новострой, то ли что, мы не знаем, но поскольку человек плохо говорил по-английски, мы тоже так, ну, средненько очень. Поэтому мы первый день оказываемся на улице. Ну, ничего страшного, у нас есть с тобой палатка, мы ночуем в палатке. Ночью я понимаю, что палатку ставить слепую гораздо комфортнее, гораздо быстрее на ощупь, чем пока они там мучают свои телефоны, там, у кого айфон разрядился, у кого что, фонарики ищут, и я быстренько ее на ощупь ставлю, и все. И это как бы закрепилось за мной, то есть я всегда ставил лагерь. Я вообще ставил лагерь во многих путешествиях, за мной лагерь всегда. Палатки поставить не люблю это дело, быстро, и как бы, ну, люди занимаются, всегда надо искать конкурентные преимущества, да. Если ты можешь слепой быстро палатки ставь, ставь их быстро сам слепой. Если зря чем лучше, с самим там, грубо говоря, ну, с кастрюлями, да, на огне открытом готовить, пусть они готовят, ты лучше палатки ставь, и так далее. Вот. В чем дело-то? Вот эта ситуация с палатками, она сыграла очень веселую ситуацию, очень веселую роль, которую я рассказываю везде. В одном из городов, это была Гаага, то есть мы из Чехии проехали Германию, проехали Нидерланды, и в Гааге на Северном море, на таком достаточно крутом, пафосном, молодежном, не то чтобы пафосном, молодежном курорте, вот мы там целый день приехали, тусили, тусили, и не заметили, как наступила ночь. Вот. Когда мы пошли в какой-то хостел, у нас нигде брать не хотели, троих, да, русских там, ну и так далее, не русских, неважно, просто не хотели брать, потому что, ну, все было занято летом, вот, достаточно недорогой там отдых, понятно, что все студенты туда съехались. Вот. Ну, и мы вышли за город, пошли искать место для палатки. Идем, идем, говорит, парни, вот какой-то забор, и калитка открыта, гостеприимно. Вот. Мы в эту калиточку заходим, ни черта уже не видно, не только мне, вот, но и друзья. Нашли первый какой-то пригорок, ну, и как обычно, я говорю, «Ван, давайте, ребята, вы там на газовой горелке пока что-нибудь приготовьте поесть, а я палатку поставлю». Он говорит, «Ну, вот здесь вот ходи, в радиусе там 10 метров, далеко не уходи». Ну, я походил, походил, ногами нашел нормальное место, сухое, хорошая травка. Все, палатку поставил, мы покушали, спать и долегли, через два часа оказалось, что это муравейник. Вот. Муравьи были категорически против. Вот. Что за посетители? Вот. Я проснулся, то, что по мне ползает что-то какая-то целая куча тьма, все кусает, лезет. В общем, потом, говорят, очень быстро, 600 метров до моря бежал. Говорят, так прямо и не скажет, что не видит. Вот. Причем не по прямой. Вот. Это жесть бывает, это такой вот реально треш-шепот, который на всю жизнь запомнился. Вторую ночь после муравьев мы решили, ну, на пляже муравьев точно нет в песке, да? Проживем спокойно. Поставили, на диком пляже поставили палатку на Северном море. Вот. Естественно, у нас ни радио, никаких коммуникаций не было. И эти коммуникации у нас отсутствовали, и мы, естественно, не знали, что шестибальный шторм надвигается, да? что там в путь до того, что ближайшие дома начали эвакуировать, вот. Про нас никто не спросил, и мы как бы спокойно, со спокойными лицами готовили еду, купались, потом что-то хмуреть стало. Я говорю, пойдемте в грозу покупаемся, интересно же. Вот. Молнию не видишь, так не страшно вообще. А они говорят, ооо, сверкнуло. Я говорю, да ладно, ничего не слышно, что вы гоните? Вот. А потом он грохнет, ну, страшно бывает, да. В общем, через два часа было до такой степени страшно, что мы там троем забились в палатке, сидим. Я говорю, ребят, вообще, я говорю, я математика, я уже учился в математическом факультете в УРФУ. Вот. Я говорю, как вы думаете, какова теория вероятности, что на открытом пляже, где одинокий пляж, единственная точка, которая воздышается над песком, это палатка, какая вероятность, что молния не попадет в эту палатку. Короче, они там меня материли, вылезли из этой палатки, вот, для того, чтобы промокнуть, окончательно промокнуть, ветер был такой сильный, что, ну, реально, я тогда был, конечно, похудее, вот еще не женатым был, вот, и прям реально ложило практически на песок ветер, то есть мы палатку удержали троем, лежали на ней сверху, вот. промокли, вот, все замерзли, опять залезли в палатку, уснули, в конце у нас эту палатку сломали, пока мы ее там дособирали, решили куда-то идти, искать, ну, какое-то укрытие естественное, да, хотя бы, вот, в общем, весело было, весело было, вот такой был треш-опыт, и еще, наверное, интересный опыт в Париже, когда мы были в Париже, приехали в Париж, опять же, про доверие, вот, я привык рассматривать все ситуации с точки зрения плюса, с точки зрения приятного опыта, всегда это делайте, я это называю вторичной выгодой, вот вам сделали плохо, да, найдите вторичную выгоду вот этого, найдите, и вам станет легче гораздо, рассказываю, значит, мы поселились в Париже, в Сен-Дени, слышали, что-нибудь в Сен-Дени, ну, один из самых криминальных районов, как оказалось, ну, мы же не знали, вот, собственно, тогда мне в подарок организация, где я работал, в Белой Тросте, подарила, 2014 год, подарила iPhone 5s, вот этот вот самый, но не этот уже, вот, ну, подобный, подарила iPhone 5s, и, собственно, я в Париж поехал, конечно, с 5s, снимать, фотографировать, там, надо же вести, там, блоги и так далее, вот, когда мы гуляли по Париже, мы увидели, ну, кого-то мужика, у которого на шее этот iPhone висел, прям, реально на цепи, реально цепь толстая, мы так, вот дурак, да, ну, и подошли к какому-то арабу, спросили, а что это такое, он говорит, у нас румане ходят, я говорю, что такое румане, по-русски, он говорит, ну, показал, говорит, потом поймешь, вот, короче, через 2 часа мне телефон вытащили, вот, я понял, что румане, это румыны, ну, там, цыгане, вот, просто, ну, просто какие-то, да, ребята, какой-то национальности окружили меня, физики никакой не было, то есть, мне, ну, боли никакой не причиняли, просто вытащили, в трамвае было, так похлопали по плечу, говорит, друг, садись, вот, пока я садился, меня из этого кармана его вытащили, вот, мы уже ехали в аэропорт, лететь в Москву, приезжаем в аэропорт, телефона нет, ну, я думаю, какая же вторичная выгода все-таки у этой штуки есть, вот, вторичную выгоду тогда я не нашел, я просто сказал, ну, хуже, наверное, уже не будет, через 20 минут меня арестовали, вот, за то, что я пытался не санкционированно проникнуть на борт самолета, вот, и это не преувеличение, как выяснилось, что произошла какая-то ошибка в банке, тогда, когда мы оплачивали билет, как так может, есть кто-нибудь из банка, не из того, я не скажу, из какого, просто есть люди, кто в транзакциях понимает, да, что-нибудь, я не знаю, как так бывает, вот, смотрите, я оплачивал билет, транзакция прошла, деньги сняли, подтверждение не пришло, но билет в PDF-е пришел, как так бывает, не понимаю, никто понять не мог, даже Шар де Голе, вот, я с этим PDF-ом прихожу, да, прихожу с этим PDF-ом, показываю, мне пропускают, вот, вот, на досмотр, где, паспорта-то уже, таможенный досмотр, вот, туда, то пропускают, а мы по отдельности идем, он говорит, ребята где-то сзади, а я вперед иду с сопровождающим, он говорит, сейчас погоди, куда-то звонит, ему, вернее, звонят, потом он звонит, потом подходят двое полицейских, вот, как потом выяснилось, берут нас и куда-то ведут, говорит, типа, поли... я говорю, типа, вы кто? Ну, там, по-английски, они говорят, типа, мы полисмены, я думаю, что такое, ничего понять не могу, он говорит, вот, у вас билеты не существует, вы никуда не летите, вот, мы прилетели туда, у нас было последнее, что там евро, ну, 20-30, мы прилетели, и как естественно, все русские решили, куда сходить, в дьюти-фри, и благодаря этому, мы приехали в Чешетске на 6 часов раньше, это нас спасло жизнь, потому что за 6 часов, мы успели уболтать французов, чтобы они нас посадили в самолет, вот, но у них не было шансов, потому что у нас было всего 20 евро, вот, и 18 плюс лексов, и бутылка водки была, вот, честно скажу, что мы везли с собой, ну, я говорю, кому-нибудь дадим, подарим, да, такая сувенирная, с медведями, кстати, вот, с медведями, была она, ну, и в общем, мы спросили, что вы знаете России, вот, они говорят, Путин, Медведи, Медведев, вот, ну, и так далее, вот, не буду заходить дальше, чтобы не быть там антиполитичным, все-таки... А? А, да. Это, можно ли, политические взятия? Да. А, говорят, мне не было. но не совсем полицейские, как правильно, смотрите, это полицмены, которые служили в службе аэрофлота, вот так вот, да, которые к компании относились, и поскольку у нас решал вопрос аэрофлот, мы летели им, да, и там сидела женщина, и вот этот полицейский, мы, вот, у нас последний, вот, есть последний, замечательный сувенир из России, а женщина, которая, как бы, управляла всеми этими ребятами, да, а у меня муж француз, а сама она, оказывается, русская, она в аэрофлоте выработает, у меня француз, истинный коллекционер, хорошего, алкоголя, ну, мы так, как бы, скромно промолчали, что мы купили в Ашане ее, вот, ну, там, медведи, груда, ада, выдержанная, там, как вискарь, ну, бывает, там, вот, выдержка в лучших бочках, там, со времен князя Святославы, и все такое, ну, лететь очень хотелось, знаете, корю себя, надеюсь, не увидит французы этот ролик, вот, а, собственно, тогда нам повезло, нас запустили за одну, за одну минуту до вылета из, собственно, самолета, так продолжились мои путешествия автостопом, после этого я съездил, путешествовал в Крым, путешествовал в Армению, по другим странам, провел несколько интересных благотворительных проектах, об этом еще поговорим, давайте посмотрим ролик, может он со звуком все-таки, Крым, путешествие, эксклюзивное путешествие, со словом Крым, не помню, как это называется, только не говорите, что тоже не будет звука, нету? Слава Богу, чудеса бывают, путешествие автостопом, наверное, этим сейчас никого не удивишь, если только не путешествовать автостопом вслепую, Владимир Воскевич и Самур Саркаров проехали 3000 километров на попутках из Екатеринбурга в Севастополь, причем Владимир тотально не прячь из детства, а Самура говорит второй группой по зрению. Несмотря на 35-ти градусную жару, ночевки под открытым небом и большие рюкзаки, они достигли Севастополя до 5 дней. В своем путешествии молодые люди посетили 14 городов, поймали 29 попуток и потратили всего 2000 рублей. Ребята останавливались в каждом крупном городе для того, чтобы провести мастер-классы для таких же незрячих, как они и рассказать об истории успеха других. Самаре с местными инвалидами по зрению им удалось выйти на яхте под парусом, а в Севастополе они прогуливали гаражам с завязанными глазами. Личным примером, Самур и Владимир вдохновляют инвалидов и здоровых людей стать самостоятельными, успешными в жизни и полезными другим людям. Вот такая небольшая дорисовочка. Оживим картину мира. Я хочу, чтобы вы из этого путешествия, из этой лекции, мастер-класса, как хотите назвать, все-таки это больше мастер-класс, наверное, будет, потому что мне хочется, чтобы вы вынесли максимум. Когда у меня телефон делся? Мама что ли приехала? А, все, я отошел. Знаете, у меня мама приезжает, не дай бог доберется до уборки. Все. Когда жена убирается, мы как бы договорились, так води туда, туда, куда. Ну, мама, сами понимаете, да? Вот, мама приехала, все убрала, Вова ничего не найдет. 19 часов уведомлений. 19 часов 56. Я смотрю за таймингом, да, чтобы все на работе, все такое. Вернее, все с работы. Вот, я попрошу сейчас раздать листочки для тех, кто все-таки, мне хочется, чтобы вы тоже что-то для себя отсюда вынесли, не только в эмоциональном и в плане вдохновения, но уже какую-то конкретную цель. Пожалуйста, у кого есть возможность если раздать листочки и ручки, и там карандаши, да, телефоны подойдут, доставайте, да, технику. Где можно писать? Нужно будет написать немножко. Это не конспект, не переживайте. Вот. Можно еще попросить стакан воды? Да, где-нибудь достать. Сейчас все с телефоном, да, ходят? Правда? У всех есть. У всех знают, что такое селфи. Я не хочу никого видеть. У меня первая просьба. Пожалуйста, достаньте свои телефоны, сделайте свое селфи. Просто сделайте. Через 10 минут эта фотография будет стоить миллион долларов. Фотографируйтесь. Правда? Не верите? Нет. Знаете, как у меня врать мой телефон умеет, когда я определяю денежные купюры? Это просто на самом деле серьезно. Делайте фотографии, пока вы уберите, и вам не понадобится. Зачем нам листочки? Зачем нам листочки? Напишите, пожалуйста, отступите примерно сверху две-три строки, вот, чтобы там можно было, ну, просто чтобы было место. Напишите свое имя, да, как вам, как вы любите, чтобы вас называли, там, имя, фамилию, там, имя, отчество, вот, ник в ВКонтакте, там, зайчик, там, и так далее. Вот. И напишите ваш сейчас, который у вас, тот возраст, который вот у вас сейчас. Я смотреть не буду, обещаю. Вот. Это будет только, если чисто ваш листок. Вот. Напишите свой возраст, и я вам дам 3 минуты, на то, чтобы вы написали 10 своих самых сильных желаний, 10 мечтаний, 10 целей, 10 самых крутых вещей. Да. Кому-то уже весело. Мне тоже. Да, все с листочками. Все замечательно. А то я могу говорить, а вы там без листочков. Никому не показывайте, напишите свои 10 самых крутых желаний, которые вы хотите осуществить ну вот за всю свою жизнь, за всю свою жизнь. 10 самых-самых сильных, самых ярких, вот за которые вам не будет, во-первых, не будет не стыдно, и жизнь будет прожита не зря. не купить машину, берите амбициознее. Ну серьезно, давайте хотя бы 5 каждые напишите, пожалуйста. Это важно. Лучше больше 5. Забудьте, что вы работали сегодня, что у вас есть проблемы. Вот именно что вам хотелось бы вообще на самом деле? Наверное, все-таки я не зря должен сюда, да, пришел, рассказываю вам. Поверьте, что вообще все возможно. Напишите какие-то вещи, которые, кажется, может быть, сейчас вам не сильно близки, не самые осуществимые, с одной стороны. Но напишите их. Да, позвольте себе читать. Круто. Еще у кого-то есть? Замечательно. Еще, давайте еще 20 секунд, напишите еще, буквально еще 2 самых крутых вещи, которые вы хотите, чтобы они с вами произошли, чтобы вы это сделали. Пожалуйста, вот это ваши цели на всю жизнь. Прямо просмотрите их глазами, прочитайте. И, пожалуйста, представьте себе, что, ну, вот, так случилось, да, а судьба у нас всякая бывает. Вам говорят, вам осталось жить один год. Ну, надеюсь, такого не будет, но представьте. Вам осталось один год, и что, какие 3 из этих 10 вы выберете? 3 из этих 10, вы выберете, если вам осталось жить один год. Пометьте их, поставьте галочки, лучше отдельно выпишите. Это важно. все, ну, хорошо. 3 выбрали, да, еще раз посмотрите внимательно на эти 3, и последнее, что я попрошу сделать, еще серьезнее к этому отнестись. допустим, допустим, у вас один месяц остался, один, всего лишь 30 дней. Выберите самое главное. Самое главное, то, что вас будет двигать, то, что вы поймете, что это не зря, о том, о чем будут говорить люди, когда вас не станет, и так далее, и так далее. самое важное для вас, что есть 30 дней, одно из трех. У кого получилось, у кого мечта полететь в космос? Есть у кого-то? Нет. У кого есть мечта заработать 100 миллионов долларов? Есть у кого-то? Не, серьезно. Миллиарды, да? За 30 дней? Можно с вами подружиться поближе? Подождите, я потом зисточком обменяюся. Хорошо. Хорошо. Понимаете, это, я о чем говорю, что нам часто, мы две вещи очень трудно себе позволяем делать. Первое, это мечтать, даже подумать о том, что мы можем этого достичь. Второе, все ваши цели, которые вы написали, они не такие колоссальные, как полететь в космос, они не такие выполнимые. Я понимаю, что в космос я вряд ли полечу. Но вот выпустить, вы написать книгу в ближайшие 60 дней, я это сделаю. Вот. Поэтому посмотрите на вашу цель. Выпишите ее вверх, где у вас свободно. Напишите, я сделаю и то, что вы хотели, то, что вы выбрали. Напишите. Напишите это. Это важно. То, что написано. Недавно, недаром говорили русские люди, еще с древних времен, то, что написано пером, то не вырубишь. Да, и гаджетом. Это важно. Если вы зафиксировали, я сделаю это. Посмотрите, на самом деле. Теперь встаньте свой телефон и ваше селфи. Посмотрите на этого человека, который смотрит на вас. Узнаете? Похожий, правда? Ничего там не изменилось. Он такой же обычный, как вы привыкли, видите, по утрам в зеркале. Ну, в зеркале по утрам немножко пострашнее может быть. Вот. Но он такой же обычный. И он все может. И вот этот человек сможет это сделать через 30 дней. Через 30 дней он это и сможет сделать. И вы это верите. И вы говорите, что я могу это сделать. Я могу это сделать. Вы главное. Я верю, что я могу это сделать. И я прям не буду вдаваться на лекции. Сейчас не тренинговые, да, там не тренинг по достижению цели. Хотя, может быть, когда-то мы здесь это сделаем. Не есть чем поделиться. Но поверьте, что если вы этот листочек будете держать у себя в течение 30 дней в течение 30 этих дней рабочих, там не важно каких, у себя рядом, вы все время будете на него смотреть. Вы, я вам гарантирую, что часть дела, которое вы запланировали, вы его сделаете. А в кресле вы сделаете все. Вы удивитесь, через 30 дней можете написать, у кого получится. Вот. Я думаю, что напишут многие. Ну, если соберетесь написать. Вот. Главное, не убирайте от листочек далеко. Пусть он с вами всегда будет. Почему? И это не сказка, это не фигня, это не развод. Вот. Денег не прошу. Вот. Это простой элемент, который направлен на программирование нашего подсознания. У нас все знают, что у нас есть сознание, да, собственное я, подсознание. Ну, там еще Фрейд Сверх сознание выделял, но не будем углубляться. Просто поймите, что есть я, есть подсознание, которое оно, которое мы не контролируем. Но подсознание зависит 80% нашего успеха. Если вы себя убедите, убедите свое подсознание, что вы это сделаете, вы сами не поверите, как это произойдет. Я вам рассказываю свой пример. Полгода назад я поставил себе цель написать книгу. Ну, скажу. В октябре 2017 года я выступал на первом канале. Шоу я могу, кто-нибудь видел? У Якубовича. Якубович, все видели? Меня никто не видел, да? Как так? Не пойму. Вот. Ну, в общем, с дядькой мы с этим встретились, очень милый человек. Вот. И так повезло, что на самом деле это крутое, было шоу, все дела. Вот. Можете ввести там в Ютубе феноменальная память Вадима Роскевича, найдете. Вот. Но в этом путешествии я познакомился с человеком в этой поездке, который написал свою книгу про путешествия. И опять мне пришла идея. Почему я не могу написать? Я тоже хочу, я тоже пишу, я веду блог. Пожалуйста, ВКонтакте, путешествия в темноте, группа, в Инстаграме, Trip in the Dark, в Фейсбуке, Владимировский, в Одноклассниках, Владимировский, вот с этого телефона. Да. Все возможно. Я веду и думаю, почему я не могу написать книгу? Я сделал себе такой листочек, только у меня он в компьютере, потому что рукой я не могу писать, я могу печатать на компьютере. Вот. И написал, собственно, вот так же 10 вещей, которые я хочу сделать. И так получилось, что больше всего я хочу написать свою книгу. Я эту книгу думал, что надо нереально написать. Как? Книгу надо же написать, отредактировать, откорректировать, создать фотографии, обложки, не дать там еще в издательство обратиться, деньги собрать, если издательство не даст, найти на печати немало не 200 тысяч, и так далее. Вот. Сейчас я разбил эту цель на много подцелей, и вот вы можете мне сейчас сказать, ну хорошо, выбрал я и в чем. А то, что цель большая у вас, амбициозная, да? Амбициозная, круто. Но вы разбейте ее на столько маленьких частей, пока вы не поймете, что вы эту часть можете делать за день. Вот как вы только разобьете всю цель, дробите ее до бесконечности, пока вам не станет комфортно. Если вы сказали заработать миллиард, разбейте иначе на ту сумму, которую вы хотите, которая вам будет комфортна. Главное сделать первый шаг. Если вы скажете, что я хочу миллиард, ну я могу заработать в день, допустим, тысячу рублей. Это не значит, что вам придется тысячи дней работать по тысяче рублей. Это значит, что вам нужно сделать первый шаг и заработать эту тысячу. Вы сами удивитесь, как через неделю, через две вы будете зарабатывать больше. там главное в это верить. Ну, на нигах, может быть, это не так ярко смотрится, но на всех творческих проектах, на бизнес, в проектах это очень хорошо работает. Вот. И я такую же создал в себе карту, где написал, что я должен сделать для того, чтобы написать книгу. Вот. Мне еще есть чем сейчас похвалиться. Она написана. Мы на данный момент она отредактирована, уже почти проведена и откорректирована. Нашли уже те ребята, которые будут делать обложку. Вот. Мне вчера прислали чек на 156 тысяч рублей, которых у меня нет. Вот. И так далее. Но я скажу, что уже мы книгу сделали более 100 предзаказов. И я надеюсь, что книга «Путешествие без границ» называется именно «Путешествие без границ», в которой я делюсь о разных, а именно лайфхаках, которые, собственно, пришли ко мне, когда я путешествовал. И о своей истории, да, как вообще я вот с момента потери зрения и до сегодняшнего момента живу, жил, да, и буду жить, и что мне нравится, что не нравится, что я советую людям. Достаточно интересный получился сюжет. Даже я зачитывался иногда, зачитываюсь по вечерам. Вот. Эта книга скоро выйдет. выйдет, я думаю, май, июнь. Вот. И, как видите, это работает. Это работает. Я каждый день стою и говорю, что я это сделаю. Каждый день я начал собирать предзаказы в интернете, да, там, в своем блоге. и кроме предзаказов мне люди шлют очень много добрых слов. Говорят, там, Вован, у тебя все получится, присылают книги, быть, привет из Орланды, даже Америка ждет твою книгу. Вот мне сегодня написали, ну, не сегодня, на днях. Вот, понимаете, я утром встаю, открываю свой листочек сначала, потом вот эти смс-ки смотрю, и я понимаю, что книги быть, по-другому не может быть. То есть такая мотивация сумасшедшая. Вот. Ради того, чтобы написать книгу, я поменял свой режим. Я встаю в 5 утра, я принимаю душ, делаю зарядку, вот. Даже благодаря книге я уже скинул почти 10 килограмм. Вот. Жена в шоке. Вот. Как мы, там, пирожки не будешь есть, все такое. Вот. Ну, понимаете, насколько цель может двигать тебя к результату. Главное в это верить, главное держать этот листочек перед собой, смотреть на него, читать, постоянно твердить себе, да, книга будет, да, будет моя мечта. Тогда это будет работать. Если вы закинете его в мусорку, он там, когда будете выходить, ничего не будет, поверьте. Унесите с собой. Держите рядом. Читайте чаще. Хорошо. Не устали? Да. Вот. Давайте посмотрим ролик «Путешествие к Деду Морозу». Это благодарительный проект. Я расскажу, как можно собрать деньги на интересный творческий проект. Сначала ролик. не собрать, как найти вот так вот. автотопом для Деда Мороза. Двое бывших воспитанников школы Вартиросяна для слабовидящих совершили необычное путешествие. Владимир Роскевич и Самур Саркаров отправились до резиденции главного волшебника страны в Великий Устюг. Молодые люди не в первый раз совершают подобные прогулки. Летом автостопом они добрались до Крыма, преодолев 3000 километров. Наши господенты встретились с одним из участников северного похода и узнали, куда отчаянные смельчаки отправятся в следующий раз. Эти вещи пропитаны воспоминаниями о последнем путешествии Владимира. Молодой человек вместе со своим другом несколько дней назад вернулся из Великого Устюга. Незрячий Владимир Воскевич и слабовидящий Самур Саркаров решили автостопом добраться до резиденции главного Деда Мороза страны. Стартовали ранним утром из Екатеринбурга. На общественном транспорте доехали до федеральной трассы, дальше пришлось голосовать. Подбирали охотно, говорит Владимир. Водители-дальнобойщики слушали рассказы верхних пашминцев и щедро угощали молодых людей. Так что на еду тратить деньги почти не пришлось. На всю поездку около тысячи рублей. Несколько раз на заправках ребята покупали горячий кофе и шоколад. Готовиться к походу они начали за полгода. Молодые люди вдоль и поперек прошерстили просторы интернета, изучали карты и сайты тех населенных пунктов, где пролегал их путь. Я с помощью специальной говорящей программы изучал информацию в интернете. Это все заправки, повороты, города, которые мы будем проезжать. Две трети маршрута, это почти 900 километров, преодолели легко. После начались трудности. После Кирова там идет промысловый лес, то есть лес сильно вырубили и получаются такие большие прогалины, на которых очень сильный ветер и ты замерзаешь буквально там за полчаса. Да и поток транспорта изрядно поредел. Две-три машины в час, не больше, спасались теплыми вещами и мыслями о скорой встрече с волшебником. Владимир Самур постоянно держали связь с сотрудниками МЧС, но, к счастью, экстренная помощь не понадобилась. Спустя пять дней цель была достигнута. Здравствуйте, Дед Мороз. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте, добрый город. Дед Мороз устроил для вертневышленцев индивидуальный прием. Владимир Самур передали письма от воспитанников в школу Мартиросяна, где обучаются дети с проблемами зрения со всей России. Повелитель Холодов обещал ответить на каждое послание. Получив подарки, уральские путешественники отправились домой. Правда, уже не пешком. На поезде послал Владимира Маскевича для инвалидов подобные походы это возможность расширить свой кругозор и почувствовать себя полноценным человеком. Следующее полупотешествие это, во-первых, свобода и самостоятельность, во-вторых, это общение с жителями, с людьми разных национальностей. Я мир воспринимаю через эмоции. Вот с какой эмоцией мне рассказал житель о своем городе, скорее всего, именно такое воспринание о этом городе мне не станет. Не успели любители пеших прогулок распаковать вещи, как уже подумывают о новом путешествии. Лето Дудмороз пригласил парней Великий Устюг на рыбалку. Кроме того, в следующем году Владимир и Самур хотят организовать эксклюзивный лагерь. Планируется, что в группе, куда попадут как инвалиды, так и обычные люди, несколько недель придется выживать на одном из островов в Карелии с минимальным запасом вещей и предовольствия. В рамках этого проекта мы воспользовались краудфандингом. Это народные сборные, интересные проекты, творческие, где любой человек может поддержать твой проект и взамен получить какой-то приятный подарок. Кто что готов купить. Например, я предлагал провести мастер-класс по экскурсии в темноте по городу Екатеринбургу. Да, я этим занимаюсь. Можете обращаться с удовольствием, проведу и для вас. Массаж у нас был, да, массажный кабинет и так далее. Взамен люди какую-то давали какую-то определенную сумму. Мы так собрали 70 тысяч рублей на 20 подарков для детей, собственно, которые они загадали в этих письмах. Потом их собирали еще и так вот сделали несколько праздников по стране, где, собственно, подарили подарки, о чем писали люди, дети в этих письмах. А вот вы говорите, что вы делаете массаж и что, очень тяга, что люди слепые делают массаж. С чем это связано? Ну, на самом деле, слепые массажисты очень чувствительны, потому что перекрывается один канал зрения, да, активизируется сезание. Поэтому слепые массажисты это бренд и это очень качественный бренд. Не хвалюсь, я очень, в принципе, говорю. Вот. И рекомендую, да, будете выбирать, ходите к нитрячему, потому что очень хорошо он чувствует руками. И если при этом у него хорошая базовая подготовка анатомии и других, да, медицинских, вы будете очень удивлены результатом. Вот, пожалуйста, на массаж тоже приходите. У нас есть свой массажный кабинет с удовольствием. Нам о нем пока. А вот путешествие автостопом вы слышали не раз две тысячи рублей там, вам потратили тысячи рублей. Как? Как? Легко, легко, легко. Вот. Еще опять же начинается путешествие с мечты. Берете, пишете, что вы хотите поехать туда, к примеру, да? Потом вы выбираете следующий шаг какой? Куда скажет? Скажите кто-нибудь, надо посмотреть сколько денег в кармане, я жду этого. Никто не сказал, да? Ну подумали наверняка. Нет, мы не смотрим на бюджет, мы пишем, что мы хотим посетить. Что мы хотим посетить? Хочу то, хочу это, на остров, там, на Самуи, на, куда там, Пхукет, там, Куба, что еще там хотите, куда хотите, куда-нибудь хотите вообще, нет? Да, ну наконец-то, вот. Хорошо. Пишите, куда вы хотите, это важно, пишите. Вот, потом, уже потом задумывайтесь о бюджете. Ни в коем случае не думайте раньше, как только подумали, ставьте крестик, надо быть, шесть, и все. Сначала думайте, куда хотите, и чего хотите, потом о бюджете. Вот, собственно, там очень много нюансов, мы немножко сегодня затянули, вот, но поверьте, у нас путешествия делятся на четыре, да, по-моему, основных статьи такие вот. Это проживание, перемещение, перелет, трансфер и так далее, питание и досуг. В каждом это можно очень сильно сэкономить. Поведу пару примеров, можно вот презентацию. Во-первых, где взять вдохновение? Вдохновение берите на тревел-блогах, на тревел-блогах читайте у людей, у которых уже получилось это сделать. Помните, как я пошел в строке? Я увидел людей, у которых это получилось. Так делайте вы, читайте тревел-блоги. Вот, есть у нас слайд? Да. Замечательно, спасибо большое. Вот, есть те тревел-блоги, которые мне нравятся, это не реклама, это просто мне нравится их смотреть. Рекомендую Антона Кротова, очень известного автостопщика, путешественника, посетившего больше 100 стран. Вот, Григорий Куботян, который даже в Антарктиде побывал. Очень крутые тревел-блоги. Читайте их, у них получилось, у вас тоже получится. Следующий слайд у нас, напомните, что там у нас? Поиск интересных мер. Поиск интересных мер. Здесь я привел, достайте телефоны, кому интересно, фотографируйте, я это потом, да, Елена, если мне даст, то я выложу у себя в группе, можете скачать, но можете уже фоткать. Это те сайты, которые самые крутые, где можно посмотреть, что можно интересно посмотреть на месте, да, по-моему, трипл-двайзер там есть, Смородина должна быть, вот, Смородина очень классный сайт, на самом деле, для тех, кто путешествует по России, вот, и так далее. Если сфоткали, да, посмотрели, прикинули, давайте перейдем дальше. Следующий у нас билеты, да? Нет, карты и составление маршрута. Карты, да, пардон, бегу вперед. Вот, что мы, как составляем маршрут, составляйте маршрут заранее, никогда не покупайте билеты в одну сторону, потому что, ну, все мечтают об этом, поверьте, в путешествии надо ездить, не бежать от реальности, не от того, что вам здесь плохо, вы купили билеты, улетели, в путешествии надо лететь с настроем, с состоянием души, с желанием вернуться обратно, но при этом, от путешествий взять максимум. Я очень не рекомендую бежать от проблем в путешествии, лучше ввать и все здесь, потому что вам все равно когда-то придется вернуться. Вот. А здесь, собственно, приложение Maps.me, гениальнейшая вещь, да, самая простая, бесплатная, карты найдете, все, что хотите, хоть в Планово-Гвинеи, хоть в России, тропки показывает идеально. Вот. Не очень хорошо доступно для слепых, но для вас точно доступно. Вот. Вы все можете в этом посмотреть. Вот. Следующее. Билеты, да? Да, билеты. Ага. Опять же, не реклама, а личный опыт. Поиск авиабилетов это целая биржа, биржа, то есть каждую минуту билеты меняют свою стоимость. Если почитаете интернет или приобретете мою книгу, там очень много о том, как купить недорогие билеты. Улететь за тысячу в Москву, реально, улететь в Краснодар за полторы, реально, в Армению за полторы, тоже реально, летал сам. В Рим за три тысячи из Екатеринбурга реально, не верите? Прочитайте. Вот. Прочитайте книгу, ну, не верите, можете спросить в тревел-блогах. Вот. Авиасейлз самый крутой, вот, самый крутой, есть и другие, я пользуюсь SkyScanner, Авиасейлз, и, собственно, вот мне их очень хватает. При этом, знайте, что иногда чартерными рейсами летать очень дешевле, намного, чем другими. Обращайте внимание на, есть ли чартеры, вот там есть сайт, я уже не помню, как он называется, просто его копирую в адресную строку, где можно найти чартерные рейсы. Вот, кто-нибудь, улетите уже на этой, на следующей неделе в Барселону за 7 тысяч туда-обратно, я вас прошу просто, умоляю. Кто-нибудь, улетите, у кого отпуск на следующей неделе? Висит уже две недели, можете зайти там в какую-нибудь группу, да, и посмотреть. Самая крутая группа ВКонтакте, опять же, не реклама, просто по моему опыту. Путешествия, никто не платит, честное слово. Вот. Путешествия, способы путешествовать почти бесплатно. В Андроуке, знает кто-нибудь? Гениальная вещь, да? Вот там висит этот уже Барселона, сколько, мама, дорогая дней, выберите кто-нибудь уже, Вот, я еще смотрел позавчера, она была, не знаю, сегодня есть, нет? Вот, помню, что 7 было, или даже 6800 из Екатеринбурга, чартер. Вот, переходим, где жить? Жить. Букинг первый стоит, но не самый крутой, Рум Гуру, круче всех, вот, реально советую, да, в Андроуке там еще вот его тоже, да, по-моему, рекламируют, вот, но он проверен, но и работает, но Букинг тоже работает. Самое главное, никогда не ленитесь сравнивать заранее в нескольких сайтах, на нескольких программах, понимаете, каждое ваше лишнее действие в этом направлении, оно сэкономит ваши деньги, поэтому делайте путешествия заранее и вы сэкономите очень много. Что там дальше? Туры организованы, да? Те, кто не готов путешествовать самостоятельно, пожалуйста, путешествуйте в тур, поездках. Вот здесь вот самые проверенные мною лично вещи, которые, и сайты, где можно купить онлайн-туры за очень приятные деньги. Особенно я люблю онлайн-тур. Вот приведу пример. В Прагу на Новый год с женой мы слетали из Екатеринбурга. Получилось у нас 7 дней вместе с новогодней, как бы с одной ночью в Москве получилось 21 200 рублей для Нового года более чем приятная цена на человека. это перелет, проживание, завтраки и ночь в Москве. Я считаю, что нормально. Есть в Испанию сейчас туры недорогие. То есть, вот, можете там смотреть, очень круто. Следующее у нас полезные сервисы. Полезные сервисы и все другие остальные, да, где можно, допустим, страховку оформить. Шенген кто-нибудь поедет скоро? Смотрите, черепаха, да? Ну, или как она там? Я черепахой называю. Там можно штрафовку крутую. Ну да, штрафовку можно сделать хорошую. Я там делаю штрафовку. Есть очень интересный сервис, забыл он, граббер, по-моему, точка, и о, что там. Да. Гениальная вещь, как заработать в путешествии. Никогда не пренебрегайте этим, потому что, вот, кому-то нужно привезти айфон, кому-то нужно еще чего-то там привезти. Айфон много весит в вашем чемодане? Если вы не летите по бедой, то немного. Если летите по бедой, везите за вода, который вешает еще меньше. В общем, вам на этом сайте вы берете какие-то заказы, какие вы можете привезти из той страны, куда вы летите. Обратно приезжаете, человек покупает, эта сумма фиксируется на сайте, если вы привозите, вам деньги эти переводят. То есть, можно спокойно окупить свои билеты, привезя там один айфон. Вот я пример приведу. В Чехии я был, пять, вот, жене мы купили на днях, не на днях, месяц назад купили мы айфон, восьмой, сломался, в Чехии как раз сломался, тот, купили восьмой. Здесь он стоит 64, там, 62 он стоит здесь. Вот, там он стоит на чуть-чуть 5 тысяч дешевле. Пожалуйста, привезите, заберите 3000 себе. Пожалуйста, заберите. Не оставляйте их там. А если вы догадаетесь, еще на это оформить Tax-Free, то есть, это НДС, собственно, вы можете почитать, что это такое. Вы еще сэкономите достаточно много. Вот, галопом по Европам, все подробности, пожалуйста, можете писать мне в личку, заходить, путешествие в темноте, группа ВКонтакте, там, Instagram, писать, куда хотите. Ну и, конечно, группа, вернее, книга Путешествие без гарниз, где 275 страниц, очень много подробного про всякие разные способы сэкономить, как, можно даже бесплатно поесть в Милане, не поверить, это тоже можно. Вот, не бич-пакет, вот, а нормальную еду. Вот, поэтому можете заходить на блог, смотрите, я там тоже периодически выкладываю. Вот, о чем еще хочется рассказать? совсем немножко времени уже, 20-30. Да, я поэтому понимаю, о чем еще хочется. Путешествие в темноте. Да, я как раз про это, мы же мыслим одной мыслью. Вот, путешествие в темноте, что это такое? Да, собственно, вообще-то есть ролик, можно показать, и потом, давайте посмотрим, три минуты у нас есть? Посмотрим, или не будем смотреть? Давайте. Вели, это, ватим, слепой путешественник по гуржевски, на кухне истечу людей со всего мира. Жители Екатеринбурга Владимира Ваткевич вот уже около пяти лет устраивают экскурсии по улицам мегаполиса для обычных людей с повязкой на глазах. В маршруте такого путешествия прогулка по улице, поездка на общественном транспорте, знакомство с городскими памятниками, обед в кафе. Все это для того, чтобы показать горожанам мегаполиса, которого они еще не видели. Юлия Касатина испытала все это на себе. Я предлагаю вам отправиться в путешествие в темноте, чтобы попробовать ощутить город Екатеринбург по-новому. Эта сиреневая повязка не что иное, как билет в параллельный мир. Закрывая глаза, горожане тут же попадают в неизведанный Екатеринбург. Вокруг беспросветная тьма, из которой со всех сторон доносятся сотни звуков, а в воздухе летают запахи мебели, книг, улицы и других людей. Роль гида по темным уголкам мегаполиса взял на себя незрячий взломщик Владимир Ваткевич. В свои 23 уральц покорил автостопом несколько десятков российских городов и около 20 стран мира. Бывалый путешественник открывает для обычных людей новое измерение давно знакомого города. Что-то это непонятно. Там было понятнее, там немножко ввесело. Здесь хитроватка, здесь маленький паук. Паук, что ли? Прежде чем покорять улицы мегаполиса с завязанными глазами, постигаем азы жизни в условиях снипоты. Под руку с незрячим гидом учимся жить по новым правилам, делая первые шаги, пробуя различать предметы на ощупь и лишь по вкусу и запаху угадывать названия продуктов. На сварение базовых знаний чуть больше получаса. Далее с повязкой на глазах выдвигаемся на улицу. Золотое правило вышивания в темном мире миллионника покрепче держаться за экскурсоводом. Я еще раз говорю, никогда с меня не нацепляйте, пожалуйста. Не нацепляйте. Окей? Может, я вас теряю, я вас потом не смогу найти? Цепеньки вниз. Раз, два. Путешествие в темноте идет по сценарию. Прогулка по улице, поездка на общественном транспорте, тактильное знакомство за сопримечательностями уральской столицы. Сюжет мрачного шествия заранее определяет сам спутник в повязке. Он решает, пройтись по живленной магистрали или же тихой улочке на окраине мегаполиса. Ровно как и на что купить билет, автобус, трамвай или метро. Безмолвный помощник незрячего экскурсовода и его спутника белая трость. При разведке пути металлическим инструментом Владимир обращает внимание буквально на все. Стук каблуков, с какой стороны движется поток машин, геометрическое расположение бордюра или забора. Слева у нас, например, сейчас ганят, и я вот так специально стучу, чтобы от него отражался звук. Следом за незрячим гидом вот уже более пяти лет отправляются сотни уральцев и гостей из других городов. Попродить по темноте успели и иностранные туристы. Охотно затягивают повязки педагоги, бизнесмены, офис-менеджеры, музыканты и даже депутаты. Самый юный компаньон Владимир Васкевич и пятилетний екатеринбуржец. Такой досуг, по словам уральцев, для России большая редкость. Прогуляться во мраке помимо Екатеринбурга можно лишь в Санкт-Петербурге. Когда я был в путешествии на острове Греити, и так получилось, что я попросил человека провести экскурсию по городу Санкт-Доминго. И он мне сказал, ну я не знаю, как тебе объяснить, что это за пушка, как это ее можно описать. Я говорю, давай я одену повязку, и ты попробуешь ее потрогать, а потом мне объяснить. У путешественников, фактически лишенных зрения, рассказывает уральец, активизируются органы слуха, обоняние и осязание. Кроме того, соприкосновения с темным миром вынуждают обращаться за помощью к посторонним, что способствует развитию коммуникативных навыков. Финальная точка экскурсии – обед в кафе. Как понять, что у вас на тарелке, как найти, ну просто, грубо говоря, котлету на тарелке, как не промахнуться мимо рта. Люди пробуют кушать с палочками, кто вилочками. Экскурсиями в тенаде уральц не ограничивается. Романтические свидания с завязанными глазами, путешествия на лодке, а с приходом зимы Владимир Воскевич откроет экстремальный сезон. Катание на лыжах и коньках в полной темноте. Юлия Казатина и Максан Навильников. Новости Катеринбург. Специально с Ельцин-центром мы для вас сделали крутейшую еще экскурсию. Называется «Вселенная Ельцин-центра». Она пройдет 25 февраля. Здесь будет их ровно две, ограниченное количество людей. 25 февраля в 15, да, у нас первое стартует в 15. В 3 часа и в 6 часов. В 3 и в 6 часов две экскурсии в темноте для тех, кто, может быть, пока не решился выйти на улицу, но при этом хочет прикоснуться к этому интересному новому миру. Я вас приглашаю. Все экскурсии, по-моему, сколько стоит? Пардон. 600 рублей. 600 рублей, да, экскурсия, но впечатление я вам гарантирую на те миллиарды долларов, которые вы там написали себе в листочке. Вот. Круто. Путешествие в темноте. Можете приходить в путешествие в темноте на улице. Это, конечно, более глобальная экскурсия, да. И я часто вижу, как она меняет людей, как их жизнь налаживается, и они уходят окрыленными по-настоящему. Поэтому все вы можете прочитать в моем блоге «Путешествие в темноте ВКонтакте». Я могу попросить просто вывести на экран название, я буду написать его и вывести, чтобы все-таки оно было. Я скажу, как написать. Это очень просто. ВК.ком, касая черта, да, флеш. И трип... Мы не можем выдать, но в браузер просто выводить. Ну, замечательно. Trip in the dark. Окей. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Добавляйтесь. И сегодня у вас очень много, поскольку я сейчас публикую книгу. Вот мы на данный момент собрали предзаказы на 60 тысяч рублей из 156. Буду очень всем признателен, если кто-то заинтересуется, поделится, как минимум, да, поделится записью ВКонтакте именно с идеей книги, с идеей книги, которая там есть. Вот. Но кто хочет заказать предзаказ, я всегда открыт. Подходите. Кто хочет задать вопросы, давайте, время наступило. Я готов ответить. Несколько минут у нас есть. Владимир, где больше всего... Секунду, подождите, я принесу микрофон. Где больше всего понравилось? Мне понравилась Армения, понравилась Армения гостеприимством, и понравилась Германия за то, что немцы такие упорно они идут, очень-очень они трудолюбивые, всегда готовы стремиться к своей цели. И я стараюсь таким же быть, гостеприимным, как грузин, армянин, и очень жестким в своей работе. Я понимаю, что это приведет к успеху. Самодисциплина, это вообще самое главное, ключ к нашему любому, достижению любой цели. Интересно, первым делом Владимир стал рассказывать про людей. Какие люди в Грузии, какие люди в... Да, и самое главное в моих любых путешествиях это люди. Я стараюсь жить через у людей именно как раз местных жителей, чтобы ощутить их эмоции, их культуру, чем они живут, как они живут. И самое главное не для того, как выглядит Эйфелева башня, а то, как о ней расскажет настоящий француз. Вот это для меня самое важное. Осталось только настоящих французов поймать у Эйфелева башни. Там их не бывает практически. Подскажите, пожалуйста, Владимир, вы путешественники в блоге в Досаре. Вы пришли к этому в сознательном возрасте, как бы сказать, к открытой жизни, либо ваши родители что-то делали для этого, чтобы вы доверяли миру, чтобы вы не боялись, чтобы вы познавали новые места. Просто я могу взять девочки. Меня это очень-очень интересно. Спасибо, что задали. Это очень важный вопрос. Очень важный. Я скажу, что родители ребенка это те люди, которые могут решить его судьбу. Решить судьбу в лучшую сторону. Не то, чтобы решить вообще, а направить на нужный путь. Мои родители вложили в меня много. Я никак не могу до сих пор понять, как они мне столько читали книг. Как в 16 лет они согласились мне согласились отвезти в интернат и при этом как они жили с этим чувством. Как в 16 лет я их уговорил снимать мне квартиру в Верхней Пышме, когда они живут в Урале, чтобы я начал пытаться жить самостоятельно. Не понимаю. Я своему ребенку вряд ли бы разрешил. Но понимаете, на это надо решиться, надо доверить своему ребенку, что он может. Поэтому никогда, ни в коем случае не убивайте в ребенке любопытство. Потянется горячая сковородка, лучше не разобожешься, чем всю жизнь будешь думать, что она горячая. Вот. Поэтому надо максимум всегда давать усилий, максимум прикладывать к тому, чтобы как можно больше развивать ребенка. Самое лучшее это никогда не говорить нет, всегда говорить пробуй, ты можешь и как можно больше читать. Книги развивают. Вот. У меня к 7-летнему возрасту мне прочитали два шкафа. Вот. Поэтому самое главное никогда не говорить нет, вообще никогда не употребляйте приставку не, она плохая. Вот. Всегда говорите можешь, а если вам даже вы не верите, что он может, говори, попробуй. Если не получится, говори, говорите, что не получилось и еще раз пробуй. И тогда будет все хорошо. Поверьте, что я не один такой стою перед вами. Есть и другие примеры, еще и успешнее людей. Это все реально. Меня тоже можно потрогать, про других можно почитать. Поэтому все возможно. Я ответил? Еще вопросы? Здесь нет? Давай. Так, последний, видимо. Владимир, на этом месте, где вы сейчас стоите, ну, в этом самом экране, показывали фильм про то, как Ники слепой румын в 1990 году, еще до запретения телефона, соответственно, вместе со своей незрячей женой и маленький припед, очень маленький, 5 лет, совершил путешествие из Румынии, доехал до Германии, а дальше добрался в Бельгии до города, где, как он знает, он сам смог ночью с женой найти место, ну, центр приема мигратора. Вообще, это реально сделать человеку не имея зрения, не имея телефона и вообще в чужом городе языка не знаю, в чужой стране. А какое место найти, я просто не понял. Это, ну, он добрался до Германии, на Пугли, а потом смог переехать в Бельгию, Брюсселе, где-то там ночью добрался до центра по приему мигрантов. И вот возникла это просто. Это его кто-то подвез реально, он просто скрывает, или он действительно, если бы человек мог с такой женой такое сделать. суть вопроса, собственно, я так понимаю, вообще реально без телефона, без знания языка найти что-то, да, вообще по-любому, не обязательно какую-то достопримечательность. Там или еще что-то, ночлег. в другой стране? Реально, реально, в другой стране. И просто поверьте, что вокруг гораздо больше добрых людей, чем все мы вместе с вами думаем. Вот. Не зная языка, у меня были такие ситуации, когда не зная языка мне помогали. Я ничего не понимал, куда ведут, но я просто думал, ну, верю, верю, будет хорошо. Мне приводили, находили потом переводчика, там, приютили и так далее. Бывало и такое, реально, да, при том, при этом, если человек все-таки ориентируется хотя бы в пространстве, да, у него есть какое-то понимание, вот, все равно по звуку можно определить, там, здание, не здание, лес, там, не лес, дорога, не дорога. В принципе, у незрячих эти все первоначальные навыки есть, и они прекрасно это понимают. Вот, поэтому реально, да, это сложно, лучше, конечно, с телефоном, с тройкой и так далее, вот, но это возможно. Мне кажется, как раз в продолжении этого вопроса и вашего, мы сейчас размышляли теоретически о том, как это, мы говорим, что мы слышим, что да, это возможно, что есть примеры, есть видео, не знаю, которое действительно как доказательство может использоваться, но правда, да, это возможно. Вот есть человек, который об этом рассказывает из первого густ, но мне кажется, вот те девять человек, которые успеют попасть на экскурсию, они, тут другая сторона, это будет как раз таки experience, да, то есть мы опытным путем на себе попробуем все эти органы чувств активировать другие, причем Ельцин-центр, как вы знаете, здесь есть возможность самые разные органы чувств, запахи испытать, самые разные помещения их побывать, самые разные, знаете, чувства испытать, благо для этого действительно есть целая вселенная. Самое главное есть, где разоблудиться. Заблудиться, да, главное. Вот, кому кто захотел перейти от шелик практики, то, пожалуйста, welcome, у нас на сайте все, конечно же, вся информация есть. Вот, ну и в целом, большое спасибо нашему спикеру за внимание, за зеленые нам, за свои рассказы, это из первых уст, и спасибо всем, кто вечер сегодняшний провел с нами. Давайте, давайте сделаем какую-нибудь крутую фотку вместе. Давайте, кто хочет, давайте вместе какую-нибудь классную фотку сделаем, чтобы я потом смотрел и радовался. Ура! Ура!